С высокой вероятностью изоляция населения России будет продлена на майские праздники, а рабочие дни между ними объявят нерабочими. Итого люди отдохнут за свой счет до 11 мая. Об этом рассказывают источники медиахолдинга РБК, знакомые с ситуацией. На самом деле ничего нового здесь нет, так как коронавирус – дело глобальное, и 30 днями не обойтись. Есть даже мнение, что не обойтись и парой месяцев. Те же источники РБК рассказывают о том, что в случае негативного сценария нерабочие дни могут быть продлены до 1 июня. А там, кто знает. Вопрос, который, конечно же, в данной ситуации всех интересует – «Изоляция хорошо, да вот только надо на что-то жить. Государство помогать не хочет». Вот и предприниматели в очередной раз задались тем же вопросом. Редакторы «Настоящего времени» связались с Анастасией Татуловой, которой несколько недель назад Путин, глядя в глаза, обещал помочь. Сейчас мы находимся в ситуации, когда мы принимаем решение, нам сейчас обанкротиться или дальше побарахтаться. Вы построже спросите, а еще знаете что? Уж простите, да. Давайте я к вам их пришлю, как вы признаки. Я готова, правда. Я с удовольствием, правда. Я не шучу, я думаю, что им будет полезно. Посмотрите, как жизнь устроена. Я не шучу, правда, на землю надо людей спускать, потому что они там не видят ничего. Доехали до вас люди от Путина? Нет. Но зато меня вычетнули из всех комиссий, где я была в списке комиссий правительственной при МСП. Заседание, которое должно было быть в пятницу после этой встречи с президентом. На следующий день я не оказалась в списке. Я лишнего, наверное, не сказала. Мне кажется, то, что вы сказали ему, потом, судя по реакции в социальных сетях, готовы подтвердить большинство бизнесменов с бизнесом средним и крупным. Да, это правда. И я, честно говоря, в растерянности, потому что сегодня вышли поручения президента после этой встречи. Они выходили очень долго. Вышли только сегодня. И, к сожалению, в этих поручениях не оказалось ничего из того, с чем я обращалась, кроме одного единственного пункта, который сформулирован, как провести разбор, по каким критериям относят к МСП и при необходимости эти критерии поменять. Это малые и средние предприниматели. И, в общем-то, ничего не изменилось. То есть за эти три недели по-прежнему я и такие, как я, не получили никакой помощи. Мы постоянно читаем про какие-то меры. Но, к сожалению, меня, вот меня и мой бизнес не касается ни одной из этих мер. Единственное, кто реально помогает и что реально помогло, это московское правительство сделало бесплатную городскую аренду. У нас есть четыре таких помещения в парках, мы не планируем теперь за них аренду с 1 марта по 1 июля. И московское правительство, они подготовили план по субсидиям. Знаете, как в мафии, скорее всего, много кто не проснется. И как-то нужно будет в этом жить. И даже те, кто проснутся, они после этого будут очень долго и сложно выживать. И без изменений государственных, налоговой системы и всего остального, то, о чем я пыталась сказать президенту, это выживание, оно обречено. Но то сейчас просто проще ликвидироваться и обанкротиться. И мне очень жаль, что власть по-прежнему либо не слышит, либо не понимает, либо понимает, но по каким-то причинам делает по-другому. Потому что главная проблема этих мер всех, что они не верифицированы бизнес-сообществом. То есть власть принимает то, что считает нужным. А надо принимать то, что реально нужно людям. Людям, конечно, нужны деньги, никак иначе. Причем деньги по факту свои же. Путину из пятизвездочного бункера или гоняющему самогон на своей вилле в Плесе Медведеву этого не понять. Тем временем, к 21 апреля цена нефти марки Brent упала до 20 долларов за баррель, а цена американской WTI стала и вовсе отрицательной, показав на пике падения минус 40 долларов за баррель. То есть продавцы нефти доплачивали покупателям за то, чтобы они забрали ее с глаз долой. Так что бери ведра, налетай. Сам спрос обвалился по понятным причинам. Из-за коронавируса и всеобщей изоляции. А мощности для ее хранения оказалось недостаточно. Трейдеры в панике начали продавать контракты за день до их окончания, 20 апреля. Говорят, что падение продолжится, что еще сильнее ударит по рублю, который 21 апреля вновь упал до 77 за доллар. В общем, не буду томить бесконечными терминами и цифрами. Как говорится, принц Салман за месяц сделал то, что Путин обещал сделать 20 лет. Снял Россию с нефтяной иглы. И к светским новостям. Здоровье лидера КНДР Ким Чу Нына ухудшилось после перенесенной им операции на сердце, сообщают в СМИ. Лишний вес, пристрастие к курению и переработке дают о себе знать. 15 апреля он впервые за все время пропустил торжественную церемонию с участием представителей руководства страны по случаю годовщины со дня рождения его деда, Ким Ир Сена, которая прошла во Дворце Солнца. Последний раз Ким Чу Нын появился на публике 11 апреля на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. Южная Корея и Китай со своей стороны не располагают свидетельствами, которые бы подтвердили тяжелую болезнь лидера КНДР. А так как Северная Корея – одна из самых закрытых стран мира, информацию подтверждать достаточно тяжело. В любом случае, будем внимательно следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok